Команда из Дмитрова Торнадо досрочно стала чемпионом России по хоккею среди женщин. Спортсменки из нашего города завоевали почетный титул в седьмой раз в истории клуба. Результатом мы, конечно, довольны, потому что мало кто верил, что в этом сезоне команда Торнадо станет чемпионом. Но, тем не менее, мы ровно прошли сезон, прибавляя от игры к игре. И результат, который мы сами для себя ставили, мы его достигли. После ухода из клуба четырех ведущих игроков и отказа из-за финансовых трудностей от легионеров, Торнадо пророчили четвертое и пятое место в турнирной таблице. Однако команда пополнилась новыми перспективными игроками из других клубов. Свежая струя и мастерство действующих спортсменок дали потрясающий эффект. Десять матчей регулярного чемпионата Торнадо провел без поражения. Начало сезона выдалось тяжелым. И домашние игры нашим прямым конкурентам с Кифу мы проиграли здесь. Хоть в упорной борьбе, но тем не менее проиграли. Но были сделаны определенные выводы. Целенаправленная работа велась. Девчонки очень хотели, очень стремились. И в первую очередь самим себе они доказали. Потом многие из них еще не были чемпионами, которые хотели этого достичь. И по сезону, конечно, мы шли по нарастающей, прибавляя от игры к игре. Ключевыми играми стали игры в Нижнем Новгороде 1-2 марта, когда вот там был час икс. Там действительно ковалась наша победа. В этом году представительницы Торнадо завоевали бронзовые награды в составе сборной страны на чемпионате мира среди молодежных женских команд в американском Баффало. На Всемирной зимней универсиаде в Испании студенческая сборная страны стала чемпионом. В состав команды вошли семь дмитровских хоккеисток, в том числе воспитанница дмитровского хоккея Анна Шохина. Ну я просто в восторге от того, что мы заняли первое место. Мы просто обыграли Канаду. И еще ни разу мы ее не обыгрывали. И мы это доказали дважды, что с ними можно играть, и мы можем хорошо отыграть. Сейчас несколько хоккеисток клуба готовятся к чемпионату мира по хоккею в подмосковном Новогорске. Однако все старания тренеров и руководства клуба в текущем сезоне могут быть сведены на нет. Хоккейный клуб на грани закрытия. С нового года хоккеистки еще ни разу не получали заработную плату и провели последние матчи регулярного чемпионата буквально на чистом энтузиазме. Спонсор, поддерживающий клуб в прошлые годы, прекратил финансирование коллектива. Видимо, и у него возникли трудности из-за экономических санкций. Здесь мне, конечно, непонятно руководство Московской области. Если они хоронят торнадо, то надо это в открытую сказать. Мы хороним, вы нам не нужны, так как это сделано с атлантом и с другими видами спорта. А так сидеть, отмалчиваться, здесь нам очень непонятно положение дел. Команда стала чемпионом, никто ее даже не поздравил, никуда не пригласил. Как будто это так, рядовой момент. Да, так, выиграли рядовую игру у кого-то там, у Екатеринбурга и все. Семикратный чемпион страны, многократный обладатель Кубка европейских чемпионов, хоккейный клуб «Торнадо», поддерживает престиж в Московской области уже много лет. Он способен завоевать еще много титулов и медалей. Странно, что подмосковным властям клуб оказался ненужным. Очень хочется верить, что «Торнадо» все же будет радовать болельщиков своими яркими победами. Спортивную программу о сегодняшнем дне клуба смотрите в субботу в 19.30 на телеканале ТНТ Дмитров.